здравствуйте дорогие друзья прежде чем начну рассказывать о ходе экспедиции и посещенных местах предлагаю вам посмотреть эти фотографии и написать в комментариях что это такое и где были сделаны эти снимки дам небольшую подсказку это один из объектов посещенных во время экспедиции также хочу заметить что по мере выхода подробных фильмов по объектам экспедиции ссылки на них будут размещаться в описании под этим фильмом и если вы смотрите этот фильм в 2020 году и позже то соответственно все фильмы уже опубликованы и вы можете посмотреть подробный фильм по каждому перечисленному объекту повторюсь все ссылки в описании под фильмом на youtube канале неофициальная история итак в начале сентября 2019 года совместно с подписчиками состоялась экспедиция в рязанскую область почему именно в рязанскую во-первых даже большинство неопровержимых фактов найденных в одном регионе официалы и скептики могут объяснить спецификой региона и поэтому необходимо проследить динамику в соседних регионах во-вторых соседних областях мы уже были в орловской были в апреле 2019 года в калужской в июне 2019 и в августе 2018 года а в московскую вообще постоянно наведываемся как к себе домой в рязанскую область также были выезды в прошлые годы но только теперь есть качественный материал отснятый хорошей камерой который не стыдно представить на суд общественности ссылка на карту маршрута экспедиции будет в описании под этим фильмом друзья если кому интересно то можете повторить этот маршрут и сами все проверить там очень много интересного и поверьте есть на что посмотреть своими глазами координаты каждого исследованного объекта есть в описании к нему достаточно просто кликнуть по иконке на этой карте наша экспедиция началась посещение успенской церкви в селе бороздино новомосковского района тульской области это село расположено возле границы тульской и рязанской областей и в этом селе находится очень интересный храм который имеет все признаки постройки никак не связаны с религией это и расположение у водоема и металлические стягки в стенах и не запланированные при постройке гидроизоляция отопление двухскатная крыша и псевдофундамент которым снаружи обложены понизу стены и расшитые швы подразумевающие отсутствие в изначальном проекте штукатурки и алтарь направленный на юго-восток все эти признаки подробно разобраны фильме что же не так с нашими храмами ответ найден ссылка на него будет в описании под этим фильмом и если кто не смотрел то посмотрите сначала его прежде чем писать комментарии успенскую церковь мы занесли в базу данных храмовых построек ссылка на базу данных также будет в описании под этим фильмом как мы неоднократно могли наблюдать время образования сельского прихода неизвестно официально нынешний храм построен в 1822 году взамен другого каменного постройки 1752 года когда и по какой причине был утрачен первый каменный храм также неизвестно нынешнее состояние храма говорит что он пережил не одно потрясение и как минимум на метр засыпан грунтом имеются черные кирпичи стенах и поздние переделки в настоящее время ведутся ремонтные работы друзья если хотите подробный фильм по этому храму то пишите в комментариях материала отснято много если вам будет интересно то сделаю подробный анализ первым нашим объектом в рязанской области был казенный винный склад в городе ряжске очень необычное и красивое здание про него выйдет отдельный фильм с аналитикой логикой и фактами поэтому сейчас не буду на нем останавливаться место очень интересное не пропустите фильм про него следующим местом была аналитикольская церковь в ряжске и водонапорная башня внутрь этих объектов попасть не получилось поэтому будем довольствоваться видами снаружи церковь не представляет собой практически ничего интересного если не считать пристроенные зоницы и длинного здания похожего на зал ожидания пригородных электричек а вот водонапорная башня напротив имеет очень интересную архитектуру однако она обнесена глухим забором выше человеческого роста и охрана отказалась нас пропустить к ней возможно кто-то из зрителей кто живет рядом может сделать фотографию не за этой башни а может даже получит доступ внутрь я был бы очень признателен следующим нашим объектом был чугунно-литейный завод в селе истие там находится доменная печь построена аж в 1715 году заметьте друзья это не город а всего лишь село в котором даже согласно официальным данным как минимум 300 лет существует металлургическое производство про этот комплекс точно будет отдельный фильм а возможно даже и не один так как материала снято очень много и имеется очень много исторических материалов причем некоторые факты кому-то могут не понравиться но тем не менее это исторические факты которые бесполезно отрицать все подробности уже скоро будут фильме про этот металлургический завод не пропустите после завода мы поехали к тимгеневскому городищу возле города сасова тема городич на самом деле очень интересная так как это места первой стоянки людей после катаклизма 19 века когда люди только-только пытались как-то обустроиться и наладить свою жизнь не далеко от тимгеневского городища есть старинный каменный арочный мост который сейчас предоставлен сам себе и постепенно разваливается в целом территория возле сасова очень необычная и интересная помимо городища все встречаются вот такие каменные сараи из известняка или красного кирпича которые выстроены в линию и расположены на четкой дистанции друг от друга это конечно можно объяснить разметкой участков под индивидуальное жилищное строительство однако здесь интересно то что сарай каменные а дома при этом деревянные и сарай подчас красивее самих домов также не могу не отметить берега реки цна по урезу воды который выступает серая глина и обгорелые кирпичи кстати к вопросу о том что глина засыпала только крупные города в экспедиции 2018 года к потерянному городу в тульской области было показано что это не так и вот в рязанской области на берегах оки слой глины достигает почти двух метров но глина не только по берегам речки в чистом поле находится карьер по добыче песка песок там также находится по двухметровым слоем глины это я отвлекся вернемся с ассово в некоторых селах нам встречались красивые дома из красного кирпича засыпанным первым этажом лапотная россия говорите но но даже в обычном селе в глуши стоят высоко художественные кирпичные дома и это не один-два как исключение таких домов много в каждом селе просто мало кто о них знает а те кто знает не обращает на них никакого внимания естественно мы посетили сасовский краеведческий музей в котором я сфотографировал наверное каждый экспонат который ранее 20 века если кому интересны эти фотографии то полный альбом можно посмотреть перейдя по ссылке в описании также посетили местную старинную усадьбу и выход скальных пород по тимгеневскому городищу также будет отдельный подробный фильм помимо моста там еще много есть на что посмотреть у поселка шилова мы посетили другое древнее городище у которого нет названия и местные про него даже не знают на территории городище радиоактивный фон 0,26 микрозиверт в час это хоть и в пределах допустимого но по моему мнению уже высоко так как например возле дороги было всего одна десятая четырнадцать сотых микрозиверт в час что интересно если смотреть со спутника то возле этого городище явно прослеживается следы крепости звезды четко видны лучи но увы никакой звезды там нет мы там все излазили вдоль и поперек и контуры похоже на лучи звезды это всего лишь лес высажены искусственно ровными рядами вдоль оврага и ничего более поэтому даже и фотографировать там ничего не стали так как там ничего нет посетили пьяный лес и спиртзавод в поселке полевом несмотря на схожую казалось бы тематическую направленность эти объекты между собой ну никак не связаны и к алкоголю отношение имеет только спиртзавод да и то после переделки его под таковой в нескольких местах возле здания завода в земле нами были найдены шлак и железные слитки причем эти находки были далеко от дороги чтобы утверждать что это насыпали шлак ремонтируя дорогу таким образом это дает нам основание полагать что спиртзавод в прошлом был металлургическим по пьяному лесу и спиртзаводу будет отдельный фильм по каждому и там есть на что посмотреть и над чем подумать еще одно древнее городище которое мы посетили было городище старая рязань само расположение старой рязани и спаска рязанского уже вызывают много вопросов почему спаск почему старая рязань от кого спасались или имеется ввиду спаситель то есть иисус христос тогда тот же вопрос от кого или от чего спасает спаситель от греха или все же от какого-то бедствия внимательно глядя на карту рязанской области понимаешь что речь идет именно о страшном бедствии вокруг рязани торфянники круглые озера и старицы аки что касается аки то именно в этом месте прекрасный пример того какой широкой было а к еще совсем недавно тут хочу заметить что даже сейчас а к в этом месте судоходная то есть глубина позволяет проходить не только лодкам но и большим судам а если посмотреть на изначальные берега аки на которых стоят деревни то становится немножко жутко от понимания насколько ока замыта грунтом высота берегов над уровнем моря 136-138 метров в то время как пойма аки имеет высоту над уровнем моря всего 89-91 метр это легко проверить по карте высот все что в районе 90 метров это засыпанная река на карте выделено красным и не только ака река проня впадающий в аку напротив спас кризанского также засыпано грунтом это видно по расстоянии между деревнями на противоположных берегах то есть по сравнению с тем какой была как в прошлом сейчас это просто жалкий ручеек и да я знаю про весенние половодья поймы изливные луга но учитывая что весенние половодья образуется после таяния зимнего снега а зимы еще 200 лет назад не было то и половодья никакого соответственно также не было вы наверное удивитесь как это зимы не было для ответа на этот вопрос предлагаю посмотреть два фильма на нашем канале первый парниковый эффект это хорошо или плохо и второй что же не так с нашими храмами ответ найден ссылки на оба этих фильма будут в описании друзья что интересно на французской карте 1812 года сама рязань и спас кризанский обозначены как крепости звезды а еще на карте 1776 года есть города переславль рязанский и вет рязань тут хочу обратить ваше внимание на некоторое обозначение на карте вот эти шарики с крестом вероятнее всего это церкви и храмы ну тут как бы вопросов нет по крайней мере на других картах церкви и храмы обозначаются именно так а вот этот прямоугольник который стоит на ветре зани переславли рязанском дедилове и тули это тоже церковь или что-то другое если это тоже церковь тогда почему обозначено по-другому кстати обратите внимание что дедилов на карте расположен севернее тулы если кто не знает дедилов это великий старинный русский город дедославль известный своей металлургией ныне это маленькое село дедилово в тульской области и это не случайность и несовпадение ведь задача официальных историков ну и всех тех кто сидит на зарплате западных партнеров их задача доказать что нашей страны не было развитой металлургии ведь отсутствие металлургии как самого первого звена технологической цепочки автоматически подразумевает что всего остального также не было не было ни технологии ни строительства ни культуры не искусства не великого прошлого а это автоматически означает что славяне были лапотные дикари и ничего не умели результаты наших исследований показывают нам прямо противоположное и это многим не нравится у наших предков было все и в достаточном количестве следующих фильмах об объектах экспедиции мы вам это покажем сейчас делаю панораму и едем выше по карте особое место в наших исследованиях занимают круглые озера тут нужно понимать что круглые озера бывают трех типов карстовые провалы дегидратация метана и ядерные воронки очень важно не валить все в кучу и с каждым круглым озером разбираться индивидуально так как вполне может так получиться что озера в карстовом провале и ядерные воронки будут находиться рядом существует ряд внешних признаков по которым можно отличить ядерные воронки от всех остальных во первых это пологие берега озеро воронка находится в поле или в лесу на относительно ровной поверхности и глубина озера постепенно увеличивается при удалении от берега причем это увеличение глубины примерно одинаковое в любом месте вдоль берега у карстовых провалов напротив сразу резкий обрыв вниз по час уже у самого уреза воды во вторых это форма озера близкая к окружности причем к правильной в третьих это ровная береговая линия без резких изгибов и выступов впадин у карстовых провалов береговая линия сильно изрезана и часто изгибается в четвертых воронки от ядерного взрыва как правило всегда заполнены водой так как дно и берега этого озера герметизированы расплавленным грунтом то есть по сути это большая чаша а карстовые провалы имеют сообщение с грунтовыми водами если вода в них и набирается то она также легко уходит обратно в грунт засушливое время эти признаки подходит к воронкам от воздушных и наземных ядерных взрывов для наземных помимо перечисленных выше есть еще одна в центре озера существует островок который образовался в зоне подсоса ядерного взрыва однако тут нужно понимать что это лишь внешние признаки которые дают лишь приблизительную оценку так как сопротивление грунтов в каждом конкретном месте разное а ветровая и водная эрозия почв могут привести к общему знаменателю все изгибы и неровности именно поэтому для точного определения является ли то или иное круглые озера ядерной воронкой нужно брать пробы грунта причем брать пробу нужно не с поверхности от глубины один-два метра когда заканчивается один слой и начинается другой за время экспедиции мы смогли посетить четыре таких озера планировалось посетить гораздо больше но ввиду ограниченности во времени а также невозможности проехать большинство из них пришлось ограничиться этим на берегу каждого озера были взяты пробы грунта для последующего изотопного анализа и как анализа будут готовы то вне зависимости от их результата они будут опубликованы на канале по этим воронкам также будет отдельный фильм все пробы отбирались с глубины метр-полтора на всех озерах по тонким слоем чернозема и намытого ила начинается слой желтого песка а уже под ним слой серой глины очень важный момент радиационный фон в поле лесу на дороге находится в пределах 1 10 14 сотых микрозиверта в час замеры проводились сертифицированным дозиметром напомню нам его подарил газпром банк в каждой точке проводилось по 3-4 замера затем высчитывалось среднее значение непосредственно у озера радиационный фон на поверхности составлял уже 18 сотых микрозиверта в час а с глубиной возрастал до 26 сотых трех десятых микрозиверта в час причем максимальный фон имела именно эта серая глина если бурить еще глубже то уровень радиации начинает резко снижаться как я уже говорил к некоторым озерам мы просто не смогли проехать даже несмотря на то что они расположены относительно близко к трассе эти озера или со всех сторон заросли молодой порослью либо просто огорожены забором если этот фильм смотрит кто-то из живущих поблизости то прошу подсказать как можно проехать к озеру под номером 17 а также возможно вы знаете другие объекты которые для нашего исследования было бы полезно посетить следующем сезоне 2020 года планируется еще одна экспедиция этим воронкам заключение хочу выразить глубокую благодарность подписчикам подсказавшим некоторые интересные места в этой экспедиции а также приглашавших на ночлег что было весьма кстати так как экспедиция длилась пять дней и четыре ночи не ко всем получилось заехать в гости но участие поддержка каждого чувствовались и придавала уверенности сил спасибо вам огромное друзья на этом я с вами не прощаюсь по многим объектам этой экспедиции будет отдельный полный фильм не пропустите а если о чем-то из перечисленного сегодня вам интересно узнать более подробно то пишите в комментариях какой именно объект вас заинтересовал и при наличии достаточного количества отснятого материала сделаем по этому месту более подробный фильм ну и не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях постараемся ответить всем друзья благодарю вас за внимание всего вам доброго до свидания